Зе Севен Как она, бля, открывается-то, ее пермантиратор Выглядит стильно, пользоваться будете в Риатлете Я хочу его купить Самое интересное, что BMW нам денег за это не платит Привет всем, меня зовут доктор Сергей Рожнов И вы смотрите автообзор «Машина для доктора» Спор между Мерседесом и BMW BMW и Мерседесом кажется вечным Фанаты и одного, и другого бренда говорят, что их машина лучше И приводит, конечно же, правдивые аргументы Мы в этот спор вмешиваться не будем На свои пять копеек постараемся ставить Лично для меня о многом говорят автомобили премиум класса Кто-то из вас со мной не согласится Кто-то задаст вопрос, почему Я отвечу Потому что, как правило, эти автомобили являются достаточно дорогими Когда производитель планирует производить такие автомобили Он не скупится как на несовершенные дизайнерские идеи Так и на интеграцию современных инновационных технических разработок Таким образом, данные автомобили чаще всего Ну, буквально являются вишенкой на торте Если же сравнивать названные марки Конечно же, многие из вас скажут С-класс Мерседеса – это лучшая машина в своем классе Я с вами, конечно же, соглашусь Но последние мои рассуждения Когда я думал об этих автомобилях Наталкули меня на следующее Если вы ездите на С-классе с водителем Конечно, здесь бесспорно Вы помимо комфорта, престижа Получаете просто весь мир вокруг себя Но если вы вдруг на выходные дни захотите сесть за руль этого автомобиля Вы будете выглядеть как водитель Вот на фоне вот этих вот моих рассуждений И последнего рестайлинга С-класса BMW подготовил и достал буквально из рукава свой козырь The Seven The Seven – именно такой слоган Компания BMW использует при рекламе данного автомобиля Новой Семерки Конечно, с моей точки зрения Она получилась крайне удачной Я вспомнил, перед тем, как вот за сутки Брать этот автомобиль Старый фильм «Бумер» Песня была еще про Черный Бумер В то время Это, наверное, уже лет больше 10 прошло Тот кузов Семерки Пользовался большим спросом Он был реально красивый И мне кажется, в то время Он смог действительно затмить С-класс У его последователя Есть все шансы, чтобы повторить такой же успех В отличие от С-класса К нам в сторону вводятся две версии Семерки Long, то есть длинная Ну и в кавычках назовем ее укороченной базой Которая стоит у меня за спиной Короткий автомобиль, на самом деле, не такой уж и короткий Он более 5 метров Если быть точным 5 метров – 12 сантиметров Длинный автомобиль еще на 14 сантиметров длиннее Сегодня мы взяли именно укороченную версию автомобиля Потому что целью сегодняшнего тест-драйва Является определить, насколько можно комфортно И солидно ездить на подобном автомобиле Именно без водителя Еду на этом автомобиле Пробесено уже 2 часа Честно говоря, сначала немножко скептически отнесся Потому что, если вы смотрите не первый выпуск этого блога Вы знаете, что я постоянно начинаю тарахтеть И критиковать автомобили за их динамику, езду И там желаю видеть там 500 плюс лошадиных сил В этом автомобиле 320 дизельных сил Но с динамикой у него более чем все в порядке То есть это очень меня удивляет И я просто получаю удовольствие от этого автомобиля, от езды То есть машина шустрая То есть слушается великолепно Дизель, конечно, слышно и снаружи, и внутри Что машина дизельная Но по большому счету это сильно не напрягает Все современные дизеля достаточно хороши Коробка работает мягко-блавно То есть никаких дычков, дерганий не видно Не слышно Подвеска автомобиля Опять-таки люблю говорить я постоянно Что жесткая, мягкая какая-то, умеренно жесткая Здесь я поймал себя на мысли, записывая вот этот ролик Что я вообще не чувствую, не думаю о ней То есть это значит, что это очень хорошо Я не люблю, когда подвеска очень мягкая Когда плаваешь, как на корабле Ну и когда жесткая, тоже не есть хорошо Когда вот эти вот ямы все по осени Когда там на своем позвоночнике и на седалище ощущаешь Говоря о дизайне экстерьера данного автомобиля Конечно же мы всегда узнаем привычный нами стиль BMW По многому, конечно же, это достигается За счет вот этой вот решетки радиатора Которую в этом кузове все троллят За счет того, что она стала просто нереально большой Мне кажется, самый большой из тех автомобилей Которые я вообще видел, если говорить про BMW Но с моей точки зрения смотрится, конечно, просто нереально круто Фары стали такие узкие Как они сами говорят, такое хищное прищуривание автомобиля Фары, кстати говоря, лазерные В отличие от диодных, производитель обозначает Что они светят в два раза дальше Если вы посмотрите на автомобиль сзади Ну, в общем-то, я сейчас скажу все то же самое Что и говорю во всех своих предыдущих видео Ну, за исключение, может быть, одного-двух То, что автомобиль имеет такую монофару, монобровь Не знаю, почему все немецкие производители Запихивают это решение в свои автомобили Ну, на самом деле, выглядит достаточно красиво и интересно Как везде Но, в отличие от Porsche, от Audi Так сильно не бросается в глаза Так элегантно Это позволило сохранить дизайн задним фарам Приближенные к автомобилям предыдущего поколения Это, кстати говоря, опять-таки отсыл к преемственности BMW Ну, конечно же, они претерпели изменения Стали более узкими Как я уже сказал, более хищными такими Проекция дисплея на лобовое стекло С моей точки зрения шикарно Дублируется, в принципе, все И даже карта навигатора И все вот эти дополнительные подсказки, указатели Ну, то есть, это прямо достойно похвалы Причем, скажем так, я опять-таки очень придирчиво Ко многим вещам отношусь Потому что бывает, перед глазами маячит, неприятно Такое ощущение отчасти вызывает, допустим, у некоторых брендов У того же Ягуара Такое ощущение, как будто двоится в глазах Здесь такого нет И не важно, что мы там пытаемся разглядеть Скорость Или там спидометр, да, показания его Либо, соответственно, там подсказки стороны карты Где поворачивать То есть, все выглядит более чем достойно Там вот, как бы, машина А как она, бля, открывается-то, еппи, на театр Как, бля, она открывается-то? А? Не знаю, как она открывается А, мать, не хочется Оказывается, два раза надо было нажать Там даже написано Twin Turbo обозначает то, что двигатель имеет две турбины Как я уже сказал ранее, шесть цилиндров, дизель Развивает 320 лошадиных сил данный автомобиль Многие из вас знают, что я обычно очень скептически, критично Может быть, необоснованно Отзываясь о таких автомобилях, вроде мало, подавай мне больше Но по факту, пока мы искали вот эту вот парковку, чтобы начать снимать автомобиль Столкнулись с дождем И ездили по Москве, ну, наверное, два часа Это точно, а то и более Мне машина очень понравилась Она меня просто поразила В ней не чувствуется 300 сил Кажется, что как будто она едет сильнее Да, возможно, это 320 дизельных сил И по факту, если перевести в бензин Она, может быть, была бы более активная Но, тем не менее, машина очень шустрая Машина маневренная, несмотря на свою длину Машина едет просто шикарно То есть, вот то, чего, опять-таки, что я часто люблю говорить То, что мощность автомобиля Это не возможность разогнаться до 300 километров Там и, чтобы, не знаю, все пролетало мимо тебя Ко в космосе А именно маневренность Возможность совершить маневр быстро Это позволяет вам чувствовать себя за рулем комфортно раз И это, в отчасти, делает вождение во многих случаях более безопасным Если вы посмотрите Много где можете видеть вот этот лейбл М Который подразумевает спортивный уклон автомобиля И, соответственно, совершенно другую начинку В этом автомобиле, конечно же, его нет Это 740 машина Это просто М-обвес у нее Для большей эффектности Чтобы она выглядела более спортивно, агрессивно Но Мне это неплохо Когда я сел в эту машину Я сразу же Будто ощутился В BMW Моего папы Которая там у него была 8-9 лет назад То есть, вот эта вся панель Торпеда Да, конечно, некоторые элементы перетерпели изменения Сейчас об этом расскажу я Но, тем не менее, в целом Очень консервативный дизайн Большое количество аналоговых кнопок Кстати говоря, сохранилось Большинство современных компаний И в новых кузовах автомобилей И в новых кузовах автомобилей От этого избавляются Ставят сенсоры Ну, это неплохо Потому что я всегда говорю о том Что любая аналоговая кнопка Это удобство, в первую очередь, управления автомобилем В момент динамики Ну, хотя выглядит, конечно, так не ново, мягко говоря При этом, если обратите внимание Многие кнопки здесь двойные То есть, что я под этим подразумеваю Она может нажиматься как аналоговая Так и как сенсорное Прикладывание В общем-то, это достаточно интересно В то же время Вот этот, допустим, дисплей Управления системой климат-контроля Регулировки возможны Как и за счет Вот таких аналоговых всяких крутилок Так, опять-таки, и за счет сенсора Вот Банальные вот эти вот вентиляторы Тоже, которые могут регулироваться непосредственно за счет сенсоров Таким образом, вот эта вот интеграция Скажем так, традиции, инновации Она здесь соблюдается То есть Поэтому вот этот консервативный вид Это, ну, не более чем Специальный уклон компании Дисплей основной, кстати говоря Который располагается Который всегда традиционно у BMW был Скажем так, ну, в кавычках назовем Просто как телевизор Управлялся за счет джойстика Он также теперь двойной В кавычках назовем это Управляется как с помощью этого же самого джойстика Так еще и посредством сенсора Дисплей, кстати говоря, не такой большой Но его размеров вполне хватает Хорошая цветопередача у него Full HD Если говорить в целом об эргономике Опять-таки, по опыту уже эксплуатации автомобиля Поскольку мы сегодня поездили на нем полдня Вот То эргономика здесь очень хорошая То есть сидишь, рука на подлокотнике И фактически до любых элементов Здесь совершенно спокойно Можно дотянуться, особенно не напрягаясь Расположение дисплея тоже очень удобное То есть пользоваться сенсором не очень комфортно Потому что высоко тянуться Если во время езды Но зато расположение высокое Особенно не отвлекаешься Вот Я бы сказал, что мне очень нравится Очень интересно Аналоговую приборную панель полностью заменил планшет Здесь первое, что бросается в глаза То, что вот форма вот этого планшета Полностью совпадает с этим вот вырезом в руле То есть визуализация Даже при каких-то небольших поворотах Полная То есть это очень удобно Второе, что бросается в глаза Это то, что все понятно Нет у никакого нагромождения Загромождения, например, как у Audi Где вроде много всего Много данных, все интересно Но эти все картинки выглядят настолько аляписто у них Что даже чтобы скорость разобрать С которой ты едешь Бывает ни черта не понятно А это, извините, не когда мы сидим Это во время динамики Езды в автомобиле А это, в свою очередь, безопасность Здесь такого нет Все достаточно понятно Минимум нагромождений Но зато очень хорошая визуализация Что не нравится Так вот это вот нагромождение кнопок на руле Да, с одной стороны Это такая современная тенденция Но кнопок много И они абсолютно не информативны Допустим, выберем тот же самый круиз-контроль Захотим что-то выбрать Нажимаем на кнопку Он не дает Просит задать какие-то параметры В какой-то последовательности Нажимать, колдовать И зачем-то до этого носить все на руль Для упрощенного управления Извините Здесь непонятно С моей точки зрения Это можно было как-то обыграть По-другому совершенно Вот Ну, выглядит стильно Пользоваться будете вряд ли этим Консерватизм Проявляется во всем Вот Вырез под CD-диск Вот Кто им пользуется Сложно сказать И многие Производители его Либо вообще убирают Либо запихивают в бардачок Или еще куда-то Бум-бум И его оставили здесь Плохо это Да Нет Ничего плохого нет Есть беспроводная зарядка Она располагается Вот На вот этой Центральной консоли И В общем-то Это отчасти удобно Потому что Опять-таки Если В целом Оценивать Автопром Я провожу параллели Постоянно Чаще всего Телефон прячут С такими вот Зарядками Непосредственно В сам бардачок Здесь удобней Потому что Он у тебя лежит под рукой Ну, не знаю Лично это мое Субъективное мнение Единственным минусом Пожалуй Назовут Это беспроводной зарядки То, что заряжает медленно По крайней мере Айфон 10 Заряжает медленно По проводу Это происходит Значительно быстрее Опять-таки Вопрос Традиции И инноваций В бардачке И сзади Мы определили Что даже есть Не просто обычные USB порты А USB Type-C Ну, то есть Это Это круто Это реально круто Вот И это все Сочетается Такими вот Заглушками Как ВАЗ-2107 Вот Выглядит, конечно Это все Очень интересно Очень забавно Но Бомбо чтят Традиции Сейчас будем говорить О багажнике Ну, кстати говоря Вот мы сейчас В обсуждении Заметили Машина Дизельная И сейчас Заведена, кстати говоря Да, в этом На этой парковке Играет музыка Но, тем не менее Работа Дизеля Она фактически Не слышна Если мы подойдем Поближе Особенно Там В передней части Автомобиля Мы услышим Характерный Вот этот вот Звук трактора Что дизелек Чувствуется Но он совсем Незначительный Умеренный Вот И при этом Еще дизелем Фактически Не пахнет То есть Вот это Вонище Присущий Ну, вот Мы сейчас Просто не замечаем Конечно Стоит отметить Что за Вот это Последнее время Последние Несколько лет Сотый бензин Условно Или Девяносто восьмой Стал Ну, скажем так Пахнет Значительно Хуже Чем Современный Новый Дизель Мы традиционно Не разбирали Наш Багажник Здесь куча Лежит Барахла Бутафорского Как обычно И мы Обыгрываем Это традиционно Так Что вроде Показать Сколько Вмещает Машина В багажник На самом деле Мы просто Ленимся Убирать Оттуда Все это Багажник Имеет Объем 515 литров Кстати говоря Что совсем Немало Невысокий Ну, достаточно Глубокий Как в принципе У многих Автомобилей Такой длины Такого Класса Ну, влезет туда По-моему Достаточно Много Мы говорили Уже с вами О том Что Да Это авто Представительского Класса Но это Не длинная Версия Короткая Но тем не менее Вот кресло Располагается Так же Как Я сижу За рулем Средний У меня Рост И В принципе Я могу Отлично Вытянуть ноги Отлично Себя здесь Чувствую Машина Комфортабельная Вот Сиденье Нормальное Удобное Вот такая Имитация А-ля Пилотских Кресел С углублением Таким Вот Ну, посередине Наверное Из-за вот Этого Вот Выпуклой части Сидеть Конечно Может быть Отчасти Не очень Удобно Но для двоих Более чем Вот Подсветка Есть Так же Везде Есть Очень интересно Даже Из-за Передних Кресел Посередине Вот эта Центральная Торпеда Центральная Панель Управление Традиционно Задними Зонами Четырехзонного Климат-контроля Какое-то Деление Под мелочь Непонятное И Соответственно Возможно Но чем-то Восполняется Если здесь Будет Мультимедийная Система С экранами Возможно И Соответственно Задние Вот эти Вот Если Открыть Там Еще А Прикуриватели Розетка 12 вольт И два USB порта Ну В общем-то Все как Везде Для зарядки Ваших Гаджетов Без этого В общем-то Уже Никуда Не деться Вот В целом На что Хочется Обратить Внимание Вот Такие Вот Молнии Мы Здесь Заметили На Сидениях Закрывают Отделение Под Изофикс Крепление Детских Кресел Вот Это Вот Должно Быть Или Похоже На Это Везде Потому Что Традиционно Вот Эти Дупла Я уж Извиняюсь Которые Смотрятся Непонятно Как Просто Дырками В сидениях Или Которые Закрываются Пробками Из дешевого Пластика Выглядят Традиционно Ужасно Здесь Конечно Они Это Обыграли Просто Великолепно Красиво Надо Открыли Не надо Вот Закрыто Все И Никто Ничего Не Видит BMW Молодцы Самое Интересное Что BMW Нам денег За это Не платит За все Хорошие Слова Вот Просто Машины Нравятся Реально Ну Отчасти Может быть Это И посыл BMW Что Пора Нам Уже Платить У нас Сегодня Ценный Пассажир Вот Сидения Для Детского Кресла Все же Пригодились Сидит И жалуется Что ему Места Здесь Мало Целый день Мы Сегодня Показывали Что На этом Автомобиле Премиум Класса Можно Ездить За рулем И чувствовать Себя Отлично И чувствовать Себя Водителем Но Тем Немне Не надо Забывать То Что Этот Автомобиль В том Числе Создавался Для Того Чтобы Ездить С Водителем Несмотря На Укороченную Базу Вот Сейчас Будем Смотреть Насколько Нам Это Будет Комфортно Почему Многие Предпочитают Автомобили Представительского Класса Для Езды С Водителем Имеющий Тем Не Большой Объем Двигателя Или Большую Мощность Это Вопрос Плавности Езды Комфорта Передвижения На заднем Ряду Потому Что Когда Ты Предпочитаешь Езду С водителем И покупая Подобный Автомобиль Ты хочешь Испытывать Некое Чувство Комфорта Ты не Хочешь Испытывать Никаких Кочек Трясок Чувствовать Как Тарахтит Дизель Или Как Переключается Скоростью Коробки Передач Хочется Сидеть Буквально Как Дома На диване И вот Так вот Именно Поэтому Традиционно Это является Такой Некой Тонкой Четкой Гранью Здесь У нас На самом деле Промежуточное Такое Значение Машина Достаточно Мощная 320 Лошадиных Сил Для нее Вполне Достаточно Тем Не менее Конечно Какие-то Кочки Здесь Вот Сзади Чувствуются Даже Вот При Достаточно Плавной Езде Сейчас На Достаточно Ровной Дороге Ну Такой Осенней Частично Разбитой Дороги Да Около Ктузовского Проспекта Но Если В целом Обобщать Конечно Чувствую Себя Комфортно Много Места Для ног Хорошие Комфортабельные Кресла Даже Учитывая То Что Второй ряд Сидений Имеет Такой Диван То есть Подразумевает То что На нем Могут Располагаться Три пассажира Три человека Вот Посередине Конечно Сидеть Здесь Абсолютно Неудобно Потому что Во-первых Узко И придется Кому-то Буквально Втискнуться Сюда Во-вторых Вот этот Выступ С подлокотником Который Ну Не позволит Нормально Расположиться Спине Вот Но Тем не менее При необходимости Он Трансформируется Вот Такой вот Большой Подлокотник Ну По большому счету Он лишь удобен Для того Чтобы сюда Укладывать руку Чтобы сидеть Буквально Как на кресле От этого Действительно Очень удобно С точки зрения С точки зрения Функциональности Он не такой Прям Чрезмерно Функциональный Неглубокий Ничего Особенно Туда Не запихнешь Вот Ну Единственное Что здесь Есть Это Есть Вот Эти Подстаканники Которые Есть У всех БМВ Вот Достаточно Удобно Кстати Говоря Если Конечно Вы Выберете Длинную Версию Конечно У вас Место Будет Больше Здесь Уже Будет Иметь Место Целесообразности Выбрать Дополнительную Функцию Там С мультимедийной Системой С дисплеями Вот И со Всем Всем То есть Но Я еще раз Хотел бы Подчеркнуть Даже В укороченной Вот этой Базе Укороченной Версии Поездка Крайне Комфортная Места Немало Немало Комфортная Что я могу сказать Про данный автомобиль Конечно Когда я сегодня С утра ехал На этот тест драйв Мне очень хотелось Попробовать Эту машину Потому что Ну во первых Семерка Она мне очень нравилась В юности В детстве Во вторых Этот кузов BMW На нем Исправила Свои Предыдущие Ну не побоюсь Того слова Ошибки Когда машины Были невзрачные Вот эта решетка Радиатора Разрез фар Изгибы Автомобиля Сделали машину Яркой Узнаваемой То чего действительно Не хватало Автомобиля Премиум Класса В то же время Я был немножко Скептически настроен Именно на этот мотор Дизель 3 литра 300 сил Я люблю Сильнее Но Просто все Вот эти Вот мои Предрассудки Просто были Разбиты В клочья Аргументами Динамики Данного автомобиля Машина Просто невероятная Машина Едет Быстро Маневренно Просто шикарно Сверхкомфортабельно Внутри Как для водителя Так и для пассажиров Конечно БМВ Остается БМВ И они остаются Консерваторами Во многих вещах В том числе Это отображается И на центральной Консоли автомобиля Которую За которую Многие критикуют Говорят Что это старье Все было Как есть Спросите вы меня Купил бы я себе Вот такой автомобиль Я вам прямо отвечу Купил Более того Скажу Что я хочу Его купить Спасибо всем Что смотрели Данный автообзор Всем Хорошего Вечера Дня Суток А мы пошли Греться Потому что Очень холодно Пока Пока-пока